Мы рады приветствовать вас на волнах правдивого ФМ, в эфире радио «Что вижу, то и говорю». И в нашей рубрике «Общественные хроники» сегодня мы обсудим взрывоопасную ситуацию на территории Европы, созданную беженцами из Украины. Ни для кого уже давно не секрет, что помимо социальных привилегий, финансовых и других дотаций, эта категория людей также пользуется преимуществом перед местным населением в плане получения постоянной работы в различных сферах общественного обслуживания. К нам в редакцию поступил один сигнал от обеспокоенных граждан, чисто случайно наткнувшихся в социальных сетях на видео одного молодого человека, бежавшего в Германию из Одессы по причине нежелания принимать участие в войне Украины против России. Немецкие власти предоставили этому человеку, как и всем другим людям, жилье и дали возможность пойти на работу продавцом в супермаркет, и вот этот самый человек после окончания рабочей смены и закрытия магазина ходит между рядами и стеллажами и снимает на камеру, как он портит продукты питания и попутно наводит поклеп на страну, в которой ему предоставлено убежище. Такие случаи проявления неуважения к порядку, гражданам и самой стране со стороны украинских беженцев не единичны. Если задаться целью, можно будет собрать достаточно много информации по этой теме. Интерес вызывает другой факт, если эти люди ведут себя как свиньи в чужой стране, то как же они вели себя дома? Ко всему прочему, они требуют от правительств стран Европы незамедлительного принятия Украины в Евросообщество. Для чего? Чтобы вести себя нагло и по-хамски уже открыто. Не так ли, но неужели они все думают, что люди и власти стран Европы слепые и глупые? Многих беженцев уже отправили обратно домой, многим показали на дверь, предоставив им самим право выбора, или вести себя как люди, или попытать счастье в других более снисходительных к людским наглостям странах. В любом случае, развязка такой ситуации не за горами, надо лишь немного подождать, а пока правительства ждут, местное население некоторых стран Европы само решает проблемы наглости со стороны украинских беженцев путем простого применения кулаков, в качестве доказательных аргументов, в разговоре о том, кто прав, а кто нет. Вы слушали радио, что вижу, то и говорю.